Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас необычный видеоролик, который посвящен одному и очень интересному празднику, сегодня поговорим именно про него, про день рождения танков онлайн, который уже будет у нас буквально через пару недель. Сегодня обсудим, какие у нас вообще скидочки планируются на данный праздник, какие ивенты у нас будут в игре, что у нас будет по фандам, что у нас будет по спецпакам и по прочим интересным вещам, которые меня особо жестко не волнуют, конечно же золотые ящики, ну и самый главный вопрос, будет ли у нас наконец-таки корпус Арес в игре или нет. Обо всем по порядку, сегодня все это дело мы конечно же расскажем, но для начала я хотел бы запикаться в какую-нибудь каточку, одел я сегодня такое интересное вооружение, дабы уже полноценно из боя ввести данный интересный монолог. Начну я наверное с самого простого и самого интересного, это скидки, скидки ни для кого не секрет, что на день рождения танков в последнее время делают одинаковые на протяжении пары-тройку лет, так точно. Это скидка 50% на все, плюс 50% на прокачку любого микропрокаченного шага, ну и конечно же на 70% скидка у нас ускорения любой вашей микропрокачки, любого шажка, и это уже как стандарт, как дефолт, я бы даже сказал так, и я думаю, что в этот раз никаких сюрпризов в этом плане точно у нас не будет. Ну и как я уже сказал, на все остальное, корпуса, пушки, краски, резисты, любые там модули, устройства на все это, я конечно же надеюсь, что у нас разработчики не будут скупиться и сделают также 50% скидочку. Все ребята, которые там копят кристаллы, копите дальше и уже через пару недель, я думаю, что у вас будет отличный шанс закупиться, прикупить то, что вам жизненно необходимо и конечно же уже на этом всем красивом деле брать, нагибать, разваливать и чувствовать себя очень даже комфортно. Дальше, что касаемо фондов, я думаю, что на протяжении всего праздника, да, я думаю, что он продлится может там неделю, может больше, у нас в игре будут, конечно же, двойные фонды. Если сейчас у нас в игре 1.75, то на день рождения ТО я думаю, что будет красивая, аппетитная, сочная двоечка, и в этом плане у нас ничего не поменяется, и с года в год данная вещь у нас также остается в игре. Что касаемо золотых ящиков, тут уже есть определенные вопросики, лично у меня есть свои какие-то определенные предположения, вы знаете, что в прошлом году у нас с голдами была очень интересная вещь в плане голдов по 10 тысяч, именно к юбилею танков разработчики сделали те самые интересные тортики по 10 косарей, которые падали не совсем часто, но все же они привносили в этот праздник свою какую-то изюминку и, соответственно, радовали игроков, которые там могли хоп-хоп взять и поймать целую десяточку тысяч кристаллов. Что же будет в этом году? Все-таки уже никакой юбилейной даты у нас нет. Сами понимаете, на ситуацию, которая у нас происходит вообще около игры и в игре целом, я предположу, что не будет в этот раз никаких повышенного номинала голдов, но я думаю, что просто сделают какую-то карту, может даже несколько карт, да, на определенные какие-то даты, на которых будет просто повышен шанс выпадения золотых ящиков. Если это будут, например, даже какие-нибудь метеориты, как по мне, это будет круто, но все же я, скорее всего, предположу, что это будут тысячные голды с повышенным шансом, которые будут падать просто в виде простых парашютов, без никаких метеоритов, но для меня метеориты были бы, наверное, на этот праздник более интересными, потому что сейчас уже и Титана Купол никак не спасает, и от Хантера можно, по сути, иметь всякие интересные иммунитеты, и Васпа можно бомбочки интересные, замечательные ставить, то есть примерный баланс по корпусам тоже уже присутствует, и у каждого игрока теперь уже какой-то свой определенный выбор, на чем играть имеется. Дальше, что касаемо спецпаков, скидок там в магазине, все, понятное дело, у нас в игре будет, скидки в магазине я тоже думаю, что сделают 50%, как ни странно, но могут, конечно, немножко там разработчики поскупиться сделать меньше, потому что каждый хочет еще и на этом навариться и заработать, но я думаю, что все же 50% скидки у нас в игре будут, и в магазине даже все те ребята, которые любят донатить в игру, смогут тоже себе что-то интересное прикупить, и, как говорится, ну, никаких у них в этом плане проблем не будет. Если накопили там какую-то определенную деночку, оставляйте ее на день рождения ТО, и уже тогда со скидочкой хорошей, можете там себе какое-нибудь устройство, да, иммунитет окупить, если вам там оно какое-нибудь жизненно необходимо, либо там контейнеры, чтобы также открыть, что-то там получить для себя, то спокойнейшим образом можете оставлять эти деньги и уже дожидаться скидки, и там, соответственно, покупать. Ну и понятно, что там спецпаки какие-то будут, как всегда делают, там за, если я не ошибаюсь, 299 рублей есть, есть один подороже спецпак, их тоже в последнее время не совсем часто, но делают, поэтому я думаю, что на этот праздник тоже ничего не поменяется, и данные спецпаки у нас в игре также будут присутствовать, поэтому как-то так. Дальше, что я еще хотел сказать, по поводу скидок, по поводу всего этого я прошелся, дальше у нас идут супермиссии. Супермиссии у нас также будут в игре новые, это инфа стопроцентная, и супермиссии для меня это, наверное, самое интересное, ну, либо одно из самых интересных, что может быть вообще на день рождения танков. Я жду что-то жесткое, за что мне надо будет, например, долго поиграть, но при этом получить какой-нибудь дополнительный хороший бонус, как это было, например, у нас в первой изоляции, где можно было набить 100 тысяч опыта и, соответственно, получить 10 дней прима. То есть я жду от разработчиков примерно что-то такое более глобальное, более интересное, и, соответственно, тогда уже вместе с этим интересным делом я смогу что-то годное заработать, поиграть, соответственно, да, и заработать. Ну, а насчет того, что у нас вообще в принципе будет, и по моим мыслям, да, то есть, ну, есть какие-то сумбурные, да, вещи у меня в голове. Либо будет что-то реально жесткогодное, да, долгое и тяжело выполнимое, либо же будет все как всегда, знаете, как дефолтно-стандартная темочка, типа, там, 10 коопыта, 10 ддшек, да, и прочих такой, ну, таких ни о чемовских супермиссий. То есть тут как бы я делюсь на два фланга. Либо реально что-то крутое будет, либо реально что-то вообще домное, что никому не будет интересно, и в очередной раз все будут говорить, зачем вообще такие супермиссии делаете, и будет появляться опять дополнительный хейт, хотя, честно говоря, после всех тех событий, которые произошли у нас в игре в последнее время, я думаю, что уже хейты и так чересчур много, и разработчики должны отлично понимать, что, ну, каждое их неверное решение на данный период времени уже рассматривается игроками довольно жестко. И я думаю и надеюсь на то, что все-таки что-то интересное в этом плане у нас все-таки будет. Ну и последний вопрос для всех, ребят. Я думаю, что многие даже ждали, пока я дойду именно до него, и вообще расскажу, что я думаю по поводу Ореса. Вы знаете то, что Орес изначально планировался в апреле, ну, как минимум, это сказал Орех в одном из видеоблогов. Я не знаю, это была там шутка, не шутка, либо реально он планировал, что Орес может появиться у нас в апреле. Но в итоге все это дело свелось к тому, что якобы он там до сих пор не готов, и готов данный Орес будет к дню рождения танков. Типа 11 лет ТО, и выходит у нас новый корпус Ореса. Я на данный период времени отлично даю себе отчет и понимаю, что данный корпус никаким образом не может появляться на день рождения ТО. По одной простой причине, друзья, до сих пор нету ни одного глобального теста данного корпуса. У этого корпуса, я уверен, на 100% большое количество багов будет, большое количество недоработок, и ввести его на день рождения ТО, даже чисто в теории будет глупо, потому что оно ведет с собой много лагов, багов, а хейт в игре, как вы знаете, сейчас уже и так накален до, ну, таких очень жестких рамок. И если сейчас еще больше там опкекаться, можно так сказать, да, в легкой форме, то все это приведет к глобальному крафу. Поэтому я вам скажу, что никакого ареса у нас на день рождения ТО не будет. Мой процент, то, что он может выйти, ну, пусть будет 10, 10%, максимум, что я могу дать. Это десяточка, это вот просто крайний, крайнее число, которое я могу дать. 90% на то, что данного ареса у нас на день рождения ТО не будет. Ну и, соответственно, да, как бы нету тестов, нету никаких даже знаков к тому, что вот-вот-вот сейчас вот-хоп-хоп и все, через две недели у вас будет арес. Ну, такого не бывает. Это, ну, не самый легкий корпус. Вы видите его механику, видите, как он работает. При том раскладе то, что говорят, что на флэш-версии игры его быть вообще не может. Да, то есть, как бы он не доработан, он не сделан для данной версии. И, соответственно, он, по моей логике, может появиться только на версии HTML. И поверить в то, что сейчас флэш вдруг резко, в середине, то есть, грубо говоря, года, возьмет и сразу прекратит свое обращение и работу вообще, связанную с данной игрой, я в это поверить не смогу. Потому что вы сами понимаете, что большое количество игроков недовольно на данный период времени новой версии игры именно HTML. В ней имеется большое количество недоработок. Не скажу, что там багов и лагов много, но они также присутствуют. Недоработок полным-полно. И это все постепенно надо фиксить, улучшать, улучшать и улучшать. Соответственно, многие игроки с этим не согласны. Не готовы на данный период времени переходить на новую версию. И, соответственно, если сейчас просто взять, ввести арес только на HTML-версию и при этом закрыть флэш-версию, то, соответственно, ничего хорошего из этого не выйдет. Разработчики потеряют, да и вообще, в принципе, игра потеряет большое количество онлайна и аудитории. И в этом она очень сильно проиграет. Поэтому я и даю такой жесткий процент на то, что ареса на день рождения ТО чисто в теории не может быть. Есть, конечно, обратная сторона, то, что арес появится также и на флэш-версии. Но я слышал разговоры, я слышал много всяких инсайдов по этому поводу. И они говорят о том, что арес на флэш-версии очень-очень сильно маловероятен. Его очень сложно сделать на этой версии. И, соответственно, его, скорее всего, не может быть вообще в принципе на этой версии. И арес будет выходить уже непосредственно на новую версию игры, на новый движок, тогда, когда эта версия игры просто возьмет и закроется. У меня, друзья, наверное, на этом все. Все, что я хотел сказать по этому поводу, по этому празднику, я уже на данный период времени рассказал. Пишите свои предположения по данному празднику в комментарии под данный видеоролик. Если у вас есть какие-то свои интересные предположения, свои интересные мысли, я бы их, конечно же, хотел услышать. Все ваши комментарии читаю. Ну и также, друзья, не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, если еще вдруг не подписаны. С вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.